Ребята, всем огромный привет! Ну что, 83-й чемпионат вышел на самую финишную прямую. Одна игра осталась. Пингвины ЦСКА, как видите по таблице. Только эти две команды претендуют как раз на победу в чемпионате. И сейчас в матче между собой они, скорее всего, разыграют золотые медали. Ну, только в случае победы пингвинов в овертайме у команд будет по 23 очка. И мы увидим продолжение борьбы за чемпионство. Ну что, давайте смотреть игру. Все расклады понятны. Поехали! Ну что, вот такие тактики выбрали команды на матч. Ну, достаточно такие необычные варианты тактические. Поэтому предположить я лично не могу, как эта встреча сложится. Ну что, главный матч 83-го чемпионата. Волнительный момент. Ну что, поехали смотреть. Вперед! Пингвины ЦСКА. Ну что, пингвины начинают ма в центре площадки. Выигрывают вбрасывание в атаку. И ответная атака ЦСКА. Радулов. Саша, давай, надо! Отлично! Тут пытался через клюшку продавить вратаря пингвинов. Ответная атака. Кросби. Орлов перехватывает. Барбашов. Радулов. Отличный пас Нечушкину. Валера пас на Радуловой. 1-0. 1-0. И отличное начало. Напомню. На очко ЦСКА опережает пингвинов. И пока это очень хорошо. Перед встречей на очко опережали. И... Ну что, опять же, победа в основное время. Только пингвинам гарантирует чемпионство. А остальные расклады будут либо продолжение турнира, либо... Либо победа ЦСКА. Ну, продолжаем смотреть. Первый период. Три минуты до конца в атаке пингвины. Опасно ли танк? Малкин, Кросби. Здесь затеяли перепасовку. Макаров спасает. Нужен бросочек, Саша. Поздно. Ну что, 1-0 после первого периода. Второй начинает в атаке ЦСКА. Радулов зачем-то отдал пас вратарю пингвинов. И вот здесь пришлось с Дену Харри нарушать правила, чтобы остановить атаку пингвинов. И сейчас нелегкие минуты будут у ЦСКА. Выбросили шайбу. Отлично. Отлично. Пингвины снова входят, идут в зону. Здесь три игрока ЦСКА в обороне. Их встречают. Это очень здорово. Выкинули. Молодцы. Пока все грамотно делают игроки ЦСКА в этом меньшинстве. Вот здесь бы еще зацепиться. А вот это пас через всю площадку. Ну хорошо, что Малкин замедлился после этого столкновения со Сденой Харрой. Но в итоге вбрасывание заработали в зоне ЦСКА игроки пингвинов. И начинают обстреливать ворота. В равных составах уже команды. И нужно... Ой-ой-ой. Ну дали еще бросить пингвинам. И вот ЦСКА пытается войти в зону. Барбашов вошел. Бросил издали. Флери на месте. Ответная атака. Малкин. Майер. Ой-ой-ой. Сейчас опасно будет. Кросби бросал. Макаров спокойно забирает шайбу. Бросайте снова. Саша, бросай. Время. Не успели снова. Ну что, третий период. Начинается 1-0. И сейчас самые важные, самые главные минуты этого чемпионата. Вот Летанг. Крис Летанг еще делает проще задачу ЦСКА на победу в чемпионате. Сейчас надо реализовать большинство барбашов. 2-0. 2-0. Прекрасно. И теперь, чтобы продолжить борьбу в чемпионате, пингвинам надо минимум 2 в основное забивать. И Радулов не тут. Я не знаю, Александр, зачем нужно было нарушать здесь правила. Но дает шанс пингвинам сейчас приблизиться этим удалением Радулов. Вот дальний пас на Майера. Кросби. Но не точный пас Сиднее делает. Здесь пас защитнику. Макаров спокойный. Здорово выбрасывает защитники ЦСКА. Шайбу 2-0. Здесь еще в меньшинстве побросали. Ну, отлично. Ну, что, 7 минут. 2-0. 6 минут. Ну, что, ЦСКА идет к чемпионству в этом чемпионате. Ну, ребята, прекрасно. Спасибо игрокам ЦСКА. Я говорю своим игрокам спасибо за этот прекрасный чемпионат. Гол. 3-0. Нечушкин ставит точку в этом чемпионате. ЦСКА чемпион. Ну, здорово прошли по всей дистанции. Практически всегда были в лидирующей зоне. И так победу в итоге и сумели одержать. Ну, что, ЦСКА чемпион. ЦСКА чемпион 83-го чемпионата. Всем спасибо за участие пингвинов. Призываю не расстраиваться. Шикарный чемпионат провели. Тоже всегда шли в лидерах. Ну, вот поражение Локомотиву, наверное, вот в последнем этом, по-моему, туре перед этим матчем. Да и ЦСКА, кстати, тоже проиграл Локомотиву. Локомотив вообще вышел в плей-офф сразу же с дебюта, с небольшим рейтингом. Тоже поздравление. Ну, что, ЦСКА чемпион. Стартует у нас плей-офф. Ребята, играйте активнее. Всем спасибо за участие. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok